Девушки отдыхают 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 Вполне. Слушай, так все быстро получилось. Как вкинул, прям раз, два, я, знаешь, ничего сообразить не успел. А у тебя же тоже, да, с сумкой за борт улетела? Да. И документы? Да. Так надо милицию сообщить. Да ну, ерунда. А сотовый? Нет, слава богу, давно забыла. Слава богу. А твой? Там. Там и документы, и... Что? Да флешки. Да это ерунда. Ну, я скопировать не успел. А ты отчаянная. Так дралась там. Меня в детстве, когда звали отчаянная, я все время думала, что тут плохо. Да... На, держи. Откуда? Спасибо. Ну, мне пора. Пока. Пока. А тебе куда? Домой, на остановку 14-го. Больно? Да нет. Да больно, больно. Я помню, в детстве, когда нас разбило, мне было очень больно. Я даже заплакала. Подралась? Нет. Просто нырнула тогда неудачно. А про драку у меня есть другая история. Мы тогда с плаванием поехали на соревнования. И с одним парнем чего-то там не поделили, и подрались. Тренер, не разобравшись, поставил нас перед всей командой, заставил отжиматься. Парень упал отжался, а я не стала. Молодец. А ты чем-нибудь занимаешься? В детстве у меня родители отдали в волейбольную секцию. Но мне не нравилось. Да то там ребята были хорошие. С некоторыми до сих пор дружим. То есть ты в волейбол играешь плохо? И воды боишься? Да нет, я очень даже смелый. И воды не боюсь. В душ каждое утро бесстрашно бросаюсь. Просто отчаянный. А как тебя зовут? Таня. Сергей. Как бы добраться? У тебя нет немножко мелочи? Может быть, в карманах где-нибудь? Прости, пожалуйста. Просто мне как-то добраться не надо. Нету, да? Слушай, у меня есть идея. Я тут недалеко живу. Мы могли бы дойти до моего дома, выпить чаю, и я бы дал тебе денег на дорогу. Нет, мне надо домой. Да нет, честно говоря, тут недалеко совсем. Нет, правда, все нормально. Просто мне действительно надо домой. Ты меня не правильно поняла? Может быть, в следующий раз завтра я не помню. Послушай, я не то имел в виду. Ты... Подожди. Подожди, подожди. У меня же проездной есть. Спасибо. Давай быстрей. Ну... Счастливо. Телефон! Пиши. Сейчас. Давай. Простите, у вас ручки нету? У меня где-то есть. Подожди, подожди. Вот, держи. 731. 731? А, 36. 36? 38. Ага. Спасибо. Давай, спасибо. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, хулиганы. Они отдыхать мешали. Ну, я им объяснил, что к чему. Вы же меня знаете. Антельфан почему не отвечал? А я его в сумку убрал. И за борт выбросил, чтобы не мешал. Придурок. Сережа. Мы, между прочим, с Леней. Бизнес-клан разрабатываем. Стратегию выстраиваем. Ночами, так сказать, не спим. И у нас на прогулочном катере, так сказать. Да. Кстати, флешка с документами где? В сумке. А я все стесняюсь спросить, какого размера ты ее за борт выбросил? Что мне не нравится? Угу. А серьезно? Ну, коллеги, давайте излагайте. Ну, в общем, значит так. Покупаем дешевые строительные материалы в Польше. Выставляем их здесь. Продаем по умеренным ценам. Не по-бандитским. Нет, ни в коем разе. А что касается склада и магазина самого, то Виталий Сергеевич обещался помочь. Кстати, кстати, завтра едем к нему в мэрию. Очень хорошо. Очень хорошо, когда друг папы зам мэра. Это очень хорошо. А у меня к вам альтернативное предложение. Ну? О, черт. А! Сломал. Ты что сделал? Там что, деньги что ли? Какие деньги? Вытирай тряпки. Тут по всему большие. Да телефон-то. Ты же его за борт выкинул. Не мой, девушки. Зачем ты у девушки телефон забрал? Тряпки дай. Тряпки кинь сюда. Забрал. Черт. Смылась. Ты даже номер телефона и то нормально взять не можешь. Ладно, где познакомились-то? Подрались на катере. С девушкой? Да нет. С хулиганом подрались. Че, спортсменка? Плавен занимался. А, ну а это? Где живет? На 14-м я и это. Очень интересно. Познаватель. Да, ну че, давай, давай, еще. Давай, рассказ. Давай, чем занимается, где работает, учится? Ну? Ну? Ну, Серега, ну как зовут-то? Ну зовут-то как ее? Таня. Ах, Таня. Линя. Таня. А, Таня. Павлис. Мм, че так поздно, Танюша? Гуляла. Гуляла. Спасибо. Раз в неделю в кино сходят и рассказывают, гуляли. Гуляли мы, девонька. А вы только так. Асфальт протираете. Спасибо. Ну, наконец-то. Ну? Явилась наша ненаглядная. 11 почти. Ты где была? На катере каталась. Ты мобильный забыла. А где твоя сумка? Что случилось? Случилось то, что иногда случается. У нас на катере драка началась. Я одному с сумкой заехала. А другой у меня сумка отобрал и за борт выбросил. Ты что, в драку ввязалась? Да, там компания была такая наглая. Стали к детям приставать. Сережа побежал их защищать. Ну, я следом. Какой Сережа? У нашей Тани появился какой-то Сережа. Ну-ка, стоять. Сядь. Мы познакомились с Накатей. Стоп, стоп. Вот с этого места, пожалуйста, поподробнее. Что за Сережа? Да, 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 не смейся. Что за Сережа? Зарабатывает. Кем работает вообще? Давай. Ну, ну. Мне кажется, он очень хороший. А что дальше было? Домой звал? Откуда ты знаешь? Нет, нет, он мне назвал кофе попить, денег взять. У него деньги и документы все тоже улетели. А мне надо было как-то домой добраться. Он мне, между прочим, произвольный билет дал. Надо же, как в кино. Еще и билетик на счастье. Ой, ну-ка, покажи. И что, не пошла? В смысле? Ну, очень просто. Ты же сама говоришь, хороший, нормальный парень. Я не пошла. Ну-ка, скажи, что, я не права, что ли? Нет, я не права. Ну, здрасте. Не слушай ее. Все ты правильно сделала. А он обещал позвонить? Ну, вот и хорошо. Ох, Татьяна, Татьяна. Вот пройдет 30 лет. Вспомни, что ты про этого Сергея и будешь кусать локоть. Что не пошла с ним, не осталось ночевать у него. Я вообще не окунулась в эту бездну страстей. Все у нас будет хорошо. Он мне обязательно позвонит. Доброе. Доброе. Хорошо. Выдыхай, выдыхай только. Выдыхай. Привет. Привет. Вот пока ты спал, я все лежал и думал. Ты представляешь себе, сколько девушек по имени Таня в нашем городе? Нет. Заодно я узнаю. Мало узнать. Нужно еще и найти. Есть у меня кое-какие мысли. Да? Это хорошо. У тебя горит уже. Давай, давай. Поехали. Быстрее надо поесть, а то в мэрию опаздываем. Привет. Привет. Давай, ты со мной позар. Подожди, Даня, надо. Вы идете в самолете или путешествуете на пароходе? Нет. Смотри, Люба уже к своему Васе убежала. Наши голубки с утра пораньше решили в парке погулять. Представляешь? Мы следим за историей девушки Кати Зимцовой. Катя. Это будет очень скоро после короткой рекламы. Дождитесь нас, и вы не пожалеете. Привет, Андрюх. Здоров. Как жизнь? Да какая жизнь? Там у людей за стеклом жизнь. Встречаются, влюбляются, теряются, находятся. Слушай, а может быть, им не нужно больше видеться? Достаточно одной встречи, первой и последней. А ты их снова пытаешься соединить. Николай, вы циник? Да? Да. Не веришь в любовь? Не мешай хотя бы другим в нее верить. Ты в который раз женат? В третий. Заметь, в третий раз и снова счастлива. А теперь обещанная история Кати. Кать, ты чего? Так, неважно. Давай завтракать. Кать, зачем ты выключила? Что за история? Расскажи. История как оставая. Ну, расскажи. Ты что, Люб? Девочки, ну он меня за кухарку держит, понимаете? За домоработницу какую-то. Я специально взяла отгул, думала, ну мы погуляем как люди. В кино сходим, а он... Ты расскажи, нормально. Да что тут рассказывать? Ну, Васька. Я сейчас. Бедный Вася. Извините, пожалуйста. Простите. Бедный Вася. Вася. Вась! Поговорить надо. Ты зачем Люфку опять до сна раздавил? Да что ты агитируешь, а? Ленин в юбке. Сядь. Сядь. Вот ты думаешь, для чего я целыми днями в своем гараже габачусь, а? Целыми днями для чего? Не знаешь? А я тебе скажу, чтобы жить. Понимаешь? Как обычный человек – жить. У меня тоже есть свои интересы. Вот сегодня я, например, никуда не хочу идти. Я обед специально приготовил, чтобы мы посидели дома, футбол посмотрели. Она мне романтика. А у нее целый день романтика, понимаешь? Каждый день и целый день романтика. А я устал, понимаешь? Просто устал. Надо, там плачет. Нехорошо это как-то. Я понимаю, что нехорошо. Но почему я должен уступать все время, Тань? Почему все время я должен уступать? Ну что, я не прав? Да подожди, Тань. Давай я тебя накормлю. Спасибо вам. Больше. Я пойду. Здрасте. Да, хорошо. Одна краша другой. Выше, красивее. И недоступнее, Леонид. Славочка, нет ничего невозможно. Поверь мне, что это? Это объявление. Отвезем на радио. Разыскивается девушка, Таня. Особые приметы. Хорошие. А что, Серег, классная идея, мне нравится. Поехали. Очень смешно. Я всю ночь передумывал. Поехали, Хазанов ты наш. Я для тебя стараюсь. Ну что, сходила? Что, послушала речь? Про футбол, про стирку, про уборку. Ну правильно, правильно. Все хорошие, одна я плохая. А я, как всегда, плохая. Никто не говори, что ты плохая. Нет, просто, Люба, иногда можно уступать. Знаете что, девочки, спасибо вам большое, конечно, за заботу, за внимание, за понимание, за поддержку. Но я как-нибудь сама справлюсь, ладно? Я как-нибудь сама разберусь. Не надо меня учить. И про счастье мне тоже не надо учить. Одна уже свою счастье дождалась я. Люба. Просто вот ты ждешь звонка, А он не позвонит. Потому что такого не бывает. Виталий Сергеевич, мы сможем? Спасибо, Яночка, можете идти. Итак, Виталий Сергеевич, мы сможем шить красивую и... Главное, недорогую детскую одежду. Да, номинальная стоимость нашей продукции будет как минимум в два раза ниже импортной. Площадь ориентуем у нас на фабрике, задействуем производственные мощности. Привлечем лучших работников лучших. Предварительная договоренность с руководством фабрики уже есть. Ну что ж, очень хорошо. Надеюсь, и у нашей фабрики начнется новая жизнь. Ну а что касается моего обещания Леониду поддержать вас, я, конечно, свои обещания сдержу. Тем более, что у вашей идеи что-то такое есть. Войдите. Можно? А вот, кстати, познакомьтесь, моя помощница Ирина. С ней будете решать все текущие вопросы. Там, кажется, конференц-зал свободен, да? Вот идите и в спокойной обстановке все и обсудите. Хорошо. Ну что, вы молодцы. Но у нас еще есть магазин игрушек. Там как раз пустой торговой площади. Они ищут партнеров, чтобы торговать детской одеждой. Вы должны сделать ремонт в этом магазине. Соответственно, разработать дизайн интерьера и найти рабочих, которые будут этим всем заниматься. Короче говоря, вы займетесь магазином. Я? Вы все. Пожалуйста, адрес. А я займусь фабрикой. Будем созваниваться. Возьмите, пожалуйста, мои визитки. А может быть, мы можем вам чем-нибудь помочь? Нет, спасибо. Я надеюсь, что я справлюсь. Хорошо. До свидания. Ну что? Что? По-моему, это победа. А по-моему, вот это очень важен. Ничего. Как она? А, Слав? Ой, не знаю, не знаю, ребяточки. Я как-то таких вот деловых и красивых побаиваюсь. Ага. Да, Ирина Вячеславовна. Замечательно. Хорошо. Мне кажется, теперь наша машина не соответствует моменту. Опа. Так, во-первых, значит, не наша, а моя. А вы голодранцы. А во-вторых, и направо автобусная остановка. Вперед, то есть, письми. Что? Направо и на остановку. Да? Ну ладно, ладно, я пошутил. Куда едем-то? Серега, это бесполезно, мне кажется. Что он может сделать? Советовать может. Он же все про это знает. Это у нас романтик оказывается, Серег. Сам не ожидал. А ну живо! Руки на капот! Ребята, ну, не понятно, да! Ребята, ну, мы кони, Романову. Стоп, 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 стоп. Алло. Да так хватит. Сейчас узнаешь его, а. Мы кони Романову. Так, этих двоих изоляторов, а, речево, расстрелять! Ты... Ты посмотри на него, а. Стоп! Шутки у тебя! Коля, не может нормально поздороваться. Я тебе... Слава, 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 слава. А это было нормально, что? Лицо не били, руки не ломали. А костюм? Все поусталу. Поусталу. Ну, поделали так. Или... Да! Коль, поделал. Киво попить? Да нет, пиво, ты что, на службу. А я за рулем. Ну, давай, излагай. Коль, девушку нужно найти. Девушку? Ага. Девушку, это хорошо. Что случилось-то? Обманула, украла, ограбила? Сосредоточься. Ага. Мы познакомились. Она дала мне свой номер телефона. И я его потерял. Постирал? Ну, постирал, какая разница? Большая. Зовут Таня. Таня. Таня, Таня, Таня. Слушай, Серег, а, наверное, найдем мы твою Таню? Ну, вот я же говорил. Наш человек. А я вот только сейчас найду место повыше. Да, крикну погромче. Она и откликнется. А? Ага. Наш городок-то небольшой. 1500 будет, не больше. Таня, слава богу, имя редкое. Да я думаю, она вообще одна такая, а? Как ты сам не догадался, дружище? А давайте вместе, мужики. Таня! Понятно. Да. Очень смешно. Сережа, я обращаю твое внимание, что я работаю в уголовном розыске. И имею дело в основном с убийцами, всякими уродами, маньяками. Она не маньяк. Она не маньяк. Замечательно. А кто она? Где живет? Где работает? Ну, хорошо. Где ты познакомился с ней? На прогулочном катере. Ну, сходи на этот прогулочный катер, я не знаю. Знаешь, как показывает практика, преступников тянет на место преступления. Ну, а ты чего не улыбаешься? Не звонил? Нет. Ой. Здорово. Тань, ты такая талантливая. Я в тебя верю. Будешь у нас настоящий модельер, дизайнер. Красота. Буду, если не умру до конца института. Да ты что, чепуха все это. Еще три курса, и все. Ой. Наступит у тебя гламурная жизнь. Алло. Нет, вы ошиблись. Таня, да ты что, он позвонит обязательно Даняш, я тоже так думала Сейчас думаю, что может быть с ним что-нибудь случилось Я обязательно должна его найти Сереж, вот лично мне кажется, что это уток Знаешь что, следи за дорогой Но на самом деле Славка прав Вот я пытаюсь анализировать подробности твоего знакомства с девушкой Таней, следи И у меня неутешительные выводы Она может быть кем угодно То есть? Ну что то есть? Она может быть, не знаю, официанткой, студенткой Медсестра, школьный учитель Вот, Серега, на самом деле Романов прав Ну согласись, глупо искать девушку, знаю только имя в таком огромном городе Аккуратнее, аккуратно Ой Что такое? Увидел кого-то? Да нет, показалось Вот ищете? Нет, жду До свидания Девушка, скажите, пожалуйста, мне еще нужно на радио попасть К сожалению, девушка, но ничем не могу помочь До свидания До свидания Извините, вы не на радио работаете? Созвучайно Здравствуйте До свидания До свидания До свидания Здравствуйте Извините, вы не на радио случайно работаете? Да, а что? Извините, пожалуйста, мне нужно найти Андрея Костина, который ведет передачу «Оглянись вокруг» Смешно это, Андрей Костин всем нужен, он его поклонница, с утра до ночи караулит Я не поклонница Но как дела? Ничего хорошего Брака много Вот сама посмотри Совершенно другая цветовая гамма И так каждые пять метров Ну-ка Нужно отдать это все им назад и больше с ним не связываться Девочки, у нас новый цех открывается Детскую одежду будем шить Десятку-то ты знаешь? А я только что в дирекции была Сказали, что если у них дела пойдут хорошо, на зарплату поднимется Почти, так это что, получается, нам будут платить больше? Ну, вроде того Девочки, я сейчас видела этих медисменов Но они такие молодые совсем И девушка с ними деловая, серьезная Ну, здорово Вы из милиции, из прокуратуры, уголовного розыска Я никак не могу понять, у меня концы с концами не сходятся Что, что, что? Елизавета Васильевна, я же пытаюсь вам объяснить Вы являетесь начальником отдела кадров всех детских учреждений нашего района Так? Я ищу девушку Ее зовут Татьяна Больше я ничего о ней не знаю Номер телефона потерял Почему же вы думаете, что вы ее сможете найти вот так вот, методом тыка? И почему вы думаете, почему вы решили, что она работает здесь, в детском саду? Ну, она хорошая И потом я не решил, я только предполагаю А, ну, она еще, наверное, и молоденькая, 20-22 лет, верно? Верно А то, что у нее двое детей, тебя не смутит? Ладно, жди, сейчас позову Таня, Танюша, зайди сюда на минуточку Спасибо, Танюша Спасибо Иди, иди, спасибо Спасибо вам, Елизавета Васильевна Ты, кажется, сказал, что тебя Сергеем зовут? Да Понимаешь, Сереж, меня ведь тоже муж нашел Искал и нашел В девочек у нас родилась А потом вдруг, раз, и сам решил потеряться Как это? Ну, вот так, как бывает Ушел он от нас, бросил Ну, ничего Сейчас нас много, трое внуков у меня Это хорошо, что ищешь Не забывай, ищи Найду Я Нет, я в магазине Я никто не искал Ой, спасибо Мужчина, а продукты? Девушка А почему вы расстроились? Вам что-то по телефону сказали? Да нет, с чего вы взяли? Знаете, я однажды вот так же пытался догнать девушку Не заметил почтовый ящик и головой его прям сбил, представляете? Сознание потерял Откнулся надо мной врач, говорит, что вы мрачный такой Я говорю, а что мне радость? Девушку-то не догнал Сегодня по-другому Вот догнал Все ясно До свидания Подождите Ну, то есть продолжения этого дурацкого разговора у нас с вами не будет, да? Я тут придумаю всякую ерунду, только чтобы вы не ушли, а вот Меня зовут Виктор Таня, до свидания, Виктор Таня, простите, одну минуту Не могли бы вы мне помочь? У меня что-то с телефоном, я не знаю, я недоступен Наберите мне, пожалуйста Восемь, четыре, три, пять, два, семь, один А, нет, доступен Таня, я вам позвоню Слушай, погладишь еще вот это, ладно? Да, конечно Привет Привет Меня никто не искал? Да нет В конце каждого месяца мы проводим итоги конкурса, чья история знакомства Самые интересные Держи, держи Самый симпатичный нам показалась история Кати Зимцовой Спасибо, Катя Кать, Кать, Катя Девочки Ну что же, я прощаюсь А у нас музыка для Кати и ее подруг До встречи Здравствуйте, Виктор Где живу? Живу я на швейной фабрике Я не могу говорить, я занята, извините Смелее в путь Ну что, акулы капитализма, а? Учтите, государство все контролирует Коль, расслабься, а? Ты вообще для гостей Ну что, молодцы? Здорово Молодцы, молодцы Вы только не забудьте Мне надо еще подарки для внука купить Самому, так сказать, протестировать продукцию Ну не знаю, не знаю, Виктор Сергеевич Как сами видите, товара на полках может и не остаться Вот, вот так помогай, молодежь И сам останешься без штанов Подарки для вашего внука уже в машине Спасибо Сергей Гирилович, товар просто сметают Уже некоторых размеров нет Надо бы еще завести Ну найди кого-нибудь и дайте на склад Нас же не выпустят и не впустят Может быть, вы с нами съездите? Давай я съезжу на склад А ты здесь оставайся Давай, спасибо, Ир Не за что С тебя причитается Привет, давно ждешь? Да Ну что, поехали? Таня Здрасте Здрасте А вы там на шпионите? Ну нет, я хотел пробраться было на ваш секретный объект Но меня не пустили Пришлось сядь отсюда шпионить Так а что у вас глаза-то грустные? Жду одного звонка, человек не звонит, бывает? Ну что же мы ждем, давайте найдем его Как его зал? Сергей Сергей? Сергей! Сережа! Я больше ничего не знаю Вообще ничего не знаю Вообще ничего Ни места работы, ни коби, может быть А, да Он же волейболом занимается Ну давайте съездим в одно из спортивных обществ И все? Так, так просто Так давайте договоримся Я помогаю найти вам этого вашего Сергея А вы соглашаетесь сходить со мной в кафе или в кино Посмотрим Если найдем, может быть Следишь за мной? Ну конечно, других-то дел у меня нет Я ужасно есть хочу А ты? Поехали со мной куда-нибудь поедим? Ну не расстраивайся Это одно спортивное общество, их в городе сколько? Думаешь, так просто? Плохо то, что мы не знаем даже когда он тренировался Да, конечно, глупость какая-то Спасибо тебе Столько времени на меня потратил Слушай, очень кстати Может, поужинаем, а? Ты что ж проголодался? Не могу Извинение, страшно устала мне завтра вставать У нас новое начальство И нам нельзя опаздывать Хорошо, включай, я тебя отвезу Давай Ты можешь меня поздравить У меня маленькая победа Я сегодня затащила тебя в ресторан Поздравляю Ну что? Тогда до дна? А кто тебя доставит домой в целости и сохранности? А ты до дна Вечер обещает быть интересным Первый раз я влюбилась в третьем классе Так сильно Ну ты даешь Я только в восьмом мальчишек стала замечать вообще Нет, в восьмом я уже на свидание ходила Ну, девчонки Я, скажем, вообще ни о чем таком не думала Учеба, учеба Ой Чего, только тише, хорошо? Угу Алло Да, здравствуй, извини У меня девчонки спят Ага, позвони позже, пока Виктор Ага Ежедневный эмоцион перед сном Ну и суровый ты с ним Ну не знаю, Танюша Я бы от такого внимания расставила Ир, останови, пожалуйста Я хочу прогуляться Спасибо Все было просто здорово Ну Прости, мне просто нужно про нас пройтись Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Опа Ее, а можно я твою ласточку возьму на сегодня? Ну возьми только Давай никак в прошлый раз Ну ты ж меня знаешь Вот именно что, я тебя знаю Не поцарапай Ой, ты не волнуйся Ребят, ну чего Ребят, помогите Дай сумку сюда Помогите Ребят, помогите Ребят, ну пожалуйста, ребят, ну не надо Не надо А ну-ка хватит Блин, а Ушла Герой Эй 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 Вы меня слышите? Вы Ангел? Вы только не умирайте, пожалуйста Если будете меня так трясеть, то я точно умру А вы же меня спасли? Нет, это вы меня спасли Ангел, а А как вас зовут? Светлана Светлана Вы сами-то дойдете? Нет, конечно Отведите меня до дома, а то Мне придется звать этих бандитов, чтобы они меня отвели Да вы же меня доверяете до дома? Доведу Конечно, доведу Ну, вставайте Вставайте Все, тихо Бамочка Тихо Тихо, держитесь Вы здесь Где-то живете? Ну, нет Костякова А я его там заживу Ну, пойдемте Пойдемте Да Вы подождите Он скоро Я сказал, что его там Родственница ждет здесь внизу Так что освободиться Спуститься Спасибо Здравствуйте Виктор Где родственница? Вот девушка Это я Я, конечно, не родственница Но у вас найдется пара секунд Виктор, сколько раз вам можно объяснять? У меня нет родственников Кроме дочери Которую вы знаете в лицо Извините, пожалуйста Это я его попросила Но человек просто хотел помочь Девушка, извините, я занят И, пожалуйста, не отвлекайте работников студии Господи, как я это не люблю А что вы вообще любите? Вы кого-нибудь любите? Человек хотя бы попытался мне помочь А вы? Извините Я просто потеряла человека И не могу найти Простите меня, пожалуйста Кто пропал? Его зовут Сергей Вы знаете, мы познакомились с ним на корабле И потом я ему дала телефон И он обещал позвонить И не звонит А может он не хочет звонить? Нет, этого не может быть Чем я могу помочь? Пожалуйста, скажите в эфире Девушка Таня ищет Сергея И мой номер телефона И все Только напомните мне, пожалуйста Позвоните И лучше смс-ку пришлите Спасибо Иду Ох ты Что случилось? Ой Проходите Проходи Давай, давай, проходи Ой Что случилось? Ну Говори Говори Давай ты говори Говори Ну, в общем, это Ну, у нас У нас Хороший будет ребенок Ну, для пробы штуки три я взял Правильно Разрешите? Да Так Давай Вот Потом Есть зайчики? Ага Маленькие Ну, Каркадин Здрасте Спасибо Наконец-то Ну-ка Чукмары Поехали Поехали Ну, куда собрались Куда-куда? Сколько у нас бассейнов в городе? Понятия не имею А что, плаванием хотят заняться? Нет Наша любимая девочка Таня занималась плаванием Помнишь? А, точно Она себе еще нос сломала, когда дралась за первое место, да? А что, молодец Нет, не обещал Тренируйся Поехали Поехали Принимай товар На, Серег, поведешь Сейчас бассейн съездим А потом я тебя поведу обедать в одно место Звучит как-то подозрительно Может лучше столовая? Не, не, не Никаких столов Ты что? Это мой ангел готовил Еще болячка не зажила Уже ангел кормит Как же его зовут? Света Светлана Какой детский магазин? Новый, который недавно открыли? А, да, да, новый Слушай, а как же мы вообще ничего не заметили? Заметь, что? Они каждый день то ругаются, то мирятся И заметь, каждый день навсегда А мне кажется, у них любовь Нилы и бронятся, только тешатся Любовь? Вам бы мужика подыскать А как запрягать? Вас учить не надо Сережа Остановите Остановите, пожалуйста Да что? Остановите Где я тебя остановлю? Не видишь знак, что ли? Останови Да что там? Может быть тебе показалось Глупо, да? Ну вот скажите Сергей, Сергей Ну как я по таким скутным приметам Помогу найти вам вашу девушку? Зовут Таня Четыре года занималась в бассейне Хороша собой Тепленькая Ну а что, а разве Ничего нельзя сделать? Да у меня столько Тань Ну я имею ввиду, что только в нашем спорткомплексе Тань было Разве всех упомнишь? Да А у моего сына такая же история была Влюбился в девушку А потом она раз и исчезла Ну он конечно переживал, ходил Звонил, искал А я знаете, что сделал? Позвонил друзьям И пригласил в гости Они пришли вместе с дочками Дали молодежи повеселиться Погулять, пообщаться Первое место нашел Нашел Ну не ту, которую я конечно искал Другую Но это даже лучше Понимаешь? Сейчас живут счастливо Даже внука мне подарили Спасибо вам, Александр Антонович Но другая мне не нужна Ну, ищи Бассейнов в городе много Угу Спасибо Слива Спасибо Слива До свидания Слушай, я что подумаю? Может быть абонемент сюда взять? Сходить, поплавать Слушай, инспекция что ли была? Да ладно, какая инспекция? Да, парень девушку ищет Зовут Таня И четыре года занималась плаванием Таня Таня Слушай, а может это Усольцева? Я-то тут знаю Ну, Таня Усольцева Занималась у меня как раз, по-моему, года четыре Да ладно? А она, по-моему, сейчас На швейной фабрике работает Я им говорю Вы вокруг посмотрите Сколько девушек Красивых Ходит? Ну, ты сегодня подплывешь ко мне, а? Ну Ну Как вести себя будешь? Я же вам объясняю Человек сказал, что живет где-то в этих домах На набережной Они же к вашему мужику относятся? Да, к нашему А кто он? Кеша Кушать Его зовут Сергей Поймите, человек должен был мне позвонить и не позвонил Может быть, что-то случилось Украл у вас что-нибудь? Почему украл? Мы, конечно, подрались Но не в этом дело Я не могу найти человека Так Фамилия Год рождения Адрес хотя бы приблизительный Я не знаю А нет, посмотрите на нее Она не знает А мы сейчас должны все бросить И начать поиски человека Который дерется и девушек бросает Ну, вы сами-то подумайте Спасибо Извините Девушка Да вы не расстраивайтесь так Вы Идите сюда Может, я вам помогу Да Если вы можете А понимаете Человек не должен Позвонить И не звонит уже Очень долго Я даже не знаю, что думать И Наверное, это глупо, да? А может, он просто забыл Или пошутил Обманул Нет Он не такой Да? Да Знаете, знаете что Пойдемте со мной Сейчас что-нибудь придумаю Спасибо Пойдем Так, значит, в тринадцатом доме нет Сергеев А вот в четырнадцатом, смотри, соседнем Аж три Сергея, правда Так, правда, одному сорок два года он инвалид Другому шестьдесят один А третьему семьдесят четыре Да бесполезно это все Ну не расстраивайся так, а? Знаешь что? А ты напиши на телевидение На телевидение? Да Я вот эти вот пару минут Слышу уже последние Два часа А знаешь, вот у некоторых людей В друзьях Тон Круз Или Аршавин А у нас За что? Друзей, как и Родину Не выбирают Леня, ну ты издеваешься, что ли? Да А вот это вот наш крест И мы должны с ним Идти пожить, не смирясь Давай, быстрее Давай, садись Носок Ноги Так Ну вот давайте, давайте А Чего мокрые такие? Ну на тебе высохнуть, Лен Мы опаздываем, ну Высохнуть? Где Галстук? Я так узнаю Ты сидишь на нем Молодцы Кто развязал? Как бы я его погладил тогда? Вот давайте перезавязывать Я не умею завязывать Я тоже не умею Я тоже Что ты тоже? У тебя вон завязаны А ты что с магазина осталась? К соседке К соседке бегом К соседке напротив Она все умеет, все знает Давай, все можем А когда ты успел С соседкой познакомиться? Слава, не время Не тупи, давай Беги, беги, беги Нет, ну мне просто интересно Потом расскажу Здрасте Здрасте Я Леня То есть Слава Ленин сосед Ну и ваш тоже Не поможете галстук завязать? А я Настя Галстук завяжу, но показываю в последний раз Сергей, ты что за штаны-то унес? Настя, привет Да у вас получается А вы красивая Она замужем? Замужем У нее дочка красавица? Дочка красавица И муж Муж Ну что нам муж? Муж Мы сами муж Здрасте Здравия желаю, товарищ Майор Майор Вольно Макс, привет Мы тут с Настей курс молодого бойца проходили Мы уже опазом, ребята Серега, сними с него галстук До свидания До свидания Девушка Простите, пожалуйста Вы не подскажете адрес телевидения? Какого телевидения? Не знаю, какого-нибудь центрального Я не знаю никакого адреса Вы просто пишите Москва, телеканал Россия и все Дойдет? Ну конечно дойдет Но все же туда пишут Славик, слушай Ты неплохо сейчас импровизировал С моим соседки Со страха, что ли? Нет, не со страха Это, мне кажется, любовь, друзья Ленчик Ты мне, конечно, прости Твоя Света, конечно, ангел Но Оказывается Настоящий ангел Живет в квартире напротив А я ведь не знал Друг мой Я тебе хочу сказать, что она не свободна У нее муж ВДВшник Еще маленькая дочка Но я тоже не свободен Все мы друзья в этом мире не свободны Свобода это Это иллюзия Это мираж Это утюг Выключил Свет тоже Газ Аналогично Утюг Уже спрашивал Здравствуйте Да, кстати Завтра любой из вас Может рассчитывать На мою машину Что такая доброта-то, а, Лен? Ну, доброта Это состояние души Нет, Ленечка Этот рондулет Останется твоим Навеки Я, между прочим Сажусь с него В очередной и последний раз Потому что он не соответствует Нашему положению И социальному статусу Кстати Друзья Давно вас хотел спросить Мы еще долго будем Снимать квартиру на троих, а? А я тебя могу успокоить Я к Светке перееду Так что вы останетесь вдвоем Мои мальчики Ты слышал? Ты женись сначала А ты с долгами же сплотись Машину собрался покупать А что с долгами? Их осталось-то Сгулькин нос Можно и кредит взять Кстати Приличные люди Они на нормальных тачках ездят Ира, между прочим, тоже Я, подожди Я не понял Это что? Алло, Андрей? Здравствуйте, это Таня Да-да, родственница Скажите, пожалуйста Вот вы обещали объявление дать в передаче Спасибо Спасибо большое Ну что с тобой? На самом деле, все очень просто Серега Слав Что ты раздает меня Подтряхиваешь? Слушай, вот температура А злоб у меня Что, слабак, неизвестности боишься? Это хорошо Сережа Пока нас никто не слышит Хочу сказать лично тебе Позвони ей Она этого стоит Так что быстрее пиши телефон И не отк... Слушайте, мрачный какой подъезд, а? Лифт не работает Ох, не нравится мне все это Че, будет кровь Спасибо Славка Ты только Петросяна не включай Когда с родителями будем разговаривать Так, стойте, стойте, стойте Ну что? Че-то у меня ноги трясутся Леня, пойдем, а? Пойдем Ну, вот эта дверь Только вы звоните А ты че там Руки трясутся Руки не трясутся Ноги трясутся Все, туда же Ну все, хватит Здравствуйте Маша, что-то случилось? Здравствуйте 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 Ну, говори Давай Женица пришел И цветы вручай Маме В наш дом должна войти Молодая женщина Девушка Согласна Ну, не принципиально Девушка Ну, не принципиально Продолжаем Она должна соответствовать нашему кругу Понимаешь? Она должна хорошо зарабатывать А это твоя Из швейной фабрики Немного в дом принесет Вспомни Оксану Что, Оксана? Оксана никогда не любила работать Это очень нормально Для женщины Зато она и живет сейчас В Париже С богатым евреем Ага С богатым евреем Еврей на грани банкротства Ерунда Богатые люди Остаются богатыми всегда Это закон природы Мне всегда хотелось Видеть из тебя Достойную женщину Из богатой семьи У тебя для этого есть все Ум Образование Воспитание Мам, я смотрю дальше Во-первых, девушка Таня хорошо зарабатывает А потом она сейчас учится Она на заочном Будет модельером Но очень скоро Она станет мастером Мастером? Ну, да В нашем доме будет жить Мастером Мам, я смотрю Мам Ну, мне правда нравится Есть мне какая-то, я не знаю Чистота Сила Знаешь, что это очень смешно звучит Но Она мне правда нравится Чистота Ой, все-таки я тебя неправильно Воспитала, сынок Ты уж какой-то слишком Романтичный Кто у нас такая красавица? zas Кто у нас такая? Алло, Витя, извини У нас сOldos с дочкой пришла Да, перезвоню позже Счастливо Да Кто это? Это кто такой красивый, да? Это кто такой красивый? Пей, моя хорошая, пей Красавица Танюша Ты на меня не обижайся, ладно? Может, хватит уже в окошко смотреть? Надеяться, ждать? Сколько времени прошло? Год прошел Я уже успела ребенка родить Ты все-таки ждешь чего-то Может, правда, Танюша? Захотел бы он, позвонил Ну, а если случилось что-нибудь? Ну, что случилось? Война с инопланетянами? Может быть, война, не знаю Тань, вот прекрати предполагать, придумывать Вот Виктор Ведь хороший Хороший, только... Ну, что только? Не только Ты присмотрись к нему, повнимательнее, ну, приглядись Ведь всегда рядом с тобой, заботятся о тебе Вас послушаешь, так любви совсем нет Есть только здравый смысл А что здесь плохого? Мы переживаем вообще-то о тебе Чтобы ты была не одна Чтобы у тебя была поддержка Да и вообще, он... Он веселый, легкий Скажи, Кать Да боятельный парень Ну? Так, девочки, я вам сейчас одну умную вещь скажу Только не обижайтесь, хорошо? Ну? К нам в гости приедет Андрей и Костя Да ты что? Слушай, ну мы так с Васькой придем на знаменитость посмотреть Ну, какая знаменитость Обыкновенный человек Только на радио работает Ну уж Да Катя, все в порядке? А, да, все хорошо Я гоняю тебя, гоняю по всему городу И все время забываю спасибо сказать Я про интернет подумал Может, нам написать Всякие там сайты? Я чувствую себя полной дурой Мы столько времени с тобой ищем человека Который даже мне не позвонил Вить, скажи Может быть, он забыл и все тут? Мне иногда кажется Что я тебе нужен Только для того, чтобы этого Сергея найти Нет, не говори Так ты что? Ты мне почти другом стал Что? Почти другом стал Ты мне нравишься Неужели это не займет? Пять раз приглашал тебя поужинать Ты пять раз отказывалась А сегодня не откажусь Я очень голодная Пойдем куда-нибудь поедим, а? Я, кстати, тут знаю одно местечко Только чур Счет делим пополам Нет Почему? Ну мы же не в Англии Нет, хотя я джентльмен Хорошо, только завтра Я тогда тебя угощаю кофе Согласна Я люблю надевать твои вещи А не пахнут тобой Знаешь, о чем я думаю? О чем? Славку и Серегу нужно срочно женить Зачем? Ну как зачем? Чтобы не нарушать внутреннего баланса Баланса дружбы Нельзя, чтобы Слава всю жизнь Стеснялся подойти к женщине А Серега бегал по городу Размахивая платочком Никому неизвестный, Татьяна Так, слушай Мне кажется, ты не права Серега не бегает и не размахивает Никаким платочком Это я образно выражаю Да я понимаю Ну вообще Кто знает Может быть, эта Таня уже сто лет замужем Ну сколько можно ее искать, Лень? Так, Свет Мне кажется, что Серега Не будет рад тому, что мы вмешиваемся в его личную жизнь Это мы еще посмотрим А ты как? Сейчас заедем в магазин Потом тебе надо будет смотаться к Познякову Серега, ты чего? Серега, ты чего? Это она Ребята, у нас тут не бюро знакомств И не знаю ее, эту девушку Но висит тут и висит То есть как это, не знаете? Очень просто Она витрину украшает Я здесь, так сказать, работаю Послушайте, ну это же Ну это ваше ателье Это не мое ателье Это ателье моего дяди Так, а что такое? Она натворила что-нибудь? Так, послушайте Ничего она не натворила Мы просто разыскиваем эту девушку Если у вас дядя фотограф Если он ее фотографировал Значит он ее знает Значит и адрес где-то у вас здесь есть Может быть как раз дядя ее и помнит Вот Мой дядя Очень известный фотограф У него этих девушек Ну где же всех упомнишь? Дядь Дром Дядь Дром Что ты кричишь? У клиентов на фото будут испуганные лица Этим молодым людям нужна девушка Я могу только позавидовать Здравствуйте Здравствуйте Я ищу девушку Она у вас на фотографии изображена И что? Будем стоять? Или пойдем? Ах, девушка, девушка Об этом может знать только Аркадий О боже, есть еще и Аркадий Это мой младший брат Молодые люди А где сейчас ваш младший брат? Ой, мой младший брат Где Аркадий, где младший брат? И ФСБ, и Интерпол Хотели бы это тоже знать А вы откуда? Мы местные Отсюда А, местные Я ничем не могу вам помочь На брат уехал Три года назад Почти три года назад С тех пор все ко мне приходят Все спрашивают А что я могу сказать? Он оставил мне это от Ильи Кучу долгов Головную боль И чемодан фотографий Ваша девушка из этого чемодана А куда он уехал? Куда он уехал? Сказал в Израиль Но там его нет В Новой Зеландии его тоже нет В Канаде его тоже нет В Австралии его тоже нет Его нет нигде Понятно Понятно? Понятно Скажите, а вы могли бы мне Продать эту фотографию? Вы меня обижаете, молодой человек Продать Я могу вам ее подарить Только с одним условием Когда вы встретитесь Вы придете ко мне Вместе Спасибо Договорились? Договорились ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Привет Привет Привет. Ты давно ждёшь? Да я второй день прихожу, если никому тебя застать не могу. Да ты что? А чего не позвонил? Я увидел. Тебя хотел. Соскучился. Правда? Да. Ты торопишься или, может быть, прогуляемся? Да нет, давай прогуляемся. Давай. Ну, вы даёте. Чего так долго-то? О-о-о, смотри. Обед начался отключили из ресторана. А ты думаешь, уже травануться успели? Слушайте, я подумал. А если мы пройдем по 14 маршруту? Ну, вдруг мы её встретим? Серёженька, понимаешь, у меня на работе уйма дел, у Славы тоже. А ты лично не хочешь поработать? А потом хоть на 14-м, хоть на 15-м. Езжай. О, в очередной раз наша фабрика. Серёженька, сколько можно, а? Ну, давай ещё кружок. Послушай, мне кажется, глупо вот так окататься и искать таким способом человека. Ладно, давай, колись, что у вас с Серёженькой? Ну, ну, ну встречайтесь или нет? Здрасте. Как жизнь? Ничего. Сергей нашёлся? Нет, так и не позвонил. Ну, не расстраивайтесь. Сегодня в программе у нас чаепитие. Да. А потом экскурсия по пустой ночной в швейной фабрике. Вот и листающий. Баба Лиза, откройте. Здрасте. Вы вместе. Здрасте. Костин, что ли? Ну, да. Можно? Очень приятно. Здравствуйте. Андрей. Очень приятно. Похожая. Я вас в газете видела и в журналах. Как вас по отчеству-то? Да знаете просто Андрей. А, ну что ж, Андрей так Андрей. И меня баба Лиза. Очень приятно. Давно хотела вас спросить, если, конечно, правду скажете. Вот эти истории на радио вы сами сочиняете? Или они в жизни были? История настоящая. В том-то и беда. Ну, а почему же беда? Это жизнь мелок. Так, проходи. Спасибо. Это жизнь. Чего в ней только не бывает. Ну, собственно, здесь мы и работаем. И живем. Можно сказать, здесь же. Не очень тяжело. Да нет. А знаете почему? Почему? А потому что мы слушаем ваши передачи. Да. Ну, правда, правда. Вот Катя была однажды уже победительницей на вашей передаче. Ага. Вы еще и песню ставили. Катя Зимцова, помните? Кать. Ну? Катя, а мы с вами, оказывается, давно знакомы. Мне почему-то тоже так кажется. А в жизни мы совсем другой. Какой? Ну, не знаю. Какой я в эфире, это вообще не мне судить. А вот в жизни, мне кажется, я нормальный. Обыкновенный человек. Допустим, от вас я отличаюсь только тем, что меня знает гораздо большее количество людей. Вы меня хотели что-то спросить. А. Я хотела признаться. На самом деле, все я это выдумала. Ну, вот ту историю, которую отправила я вам на передачу, я просто придумала. А почему? Потому что моя история банальна. Самая обыкновенная. Он был женат. И когда узнал, что я жду ребенка, он просто исчез. Вы его долго любили? Какое это сейчас имеет значение? Ну, его права не имеет. А если бы мне раньше сказали, что я вот так вот ночью окажусь здесь с вами на фабрике, я бы не поверила. Да если мне кто-нибудь такое описал, что я буду болтать с красивой, незнакомой девушкой ночью на швейной фабрике, я бы этому человеку просто в лицо разохотался. Катя, я вам хочу сказать, однажды ночью я проснулся и понял, что мой мир – это эфирная студия. А все люди делятся на сослуживцев и радиослушателей. Но ведь это не так. Мир гораздо больше, глубже интереснее, разнообразнее. Я люблю свою работу, очень люблю. Это мое призвание. Мне очень интересно здесь. Но если вычесть работу, то, что остается, у меня уже за сорок, у меня взрослая дочь, и я одинок. Приехали. Там мой дом. Я надеюсь, ты понимаешь, что я приглашаю тебя к себе. Ты очень аккуратен в отношениях с женщиной. Хочешь, я могу начать уговаривать. Не надо. Пойдем. Упс. Ну, проходи. Дверь. Проходи, проходи. Не стесняйся. Это квартира моего бывшего мужа. Так что я – гладранка. У меня ничего, кроме кучи работы и маленькой машинки, нет. Проходи. А еще он в любой момент может прийти и выгнать меня отсюда. Интересно, да? Не знаю. В какой-то момент я оказалась до него старой. Ну, может, дело-то не в возрасте. Извини. Скажи, а тебе не кажется глупым так долго искать женщину, о которой ты ничего не знаешь? Сереж, ты же знаешь, как я к тебе отношусь. Ирина прекрасная женщина. Добрая, хорошая. Ты ей нравишься. Ну, ну сколько можно искать твою Таню? В конце концов, мои подружки просто с ума по тебе сходят. Обалдеть можно. И ты молчала? Света, я к тебе очень нежно отношусь. Но я уже взрослый мальчик, я собрешу. Серега, слушай, можно я ему скажу? Ну, пожалуйста. Серега, нас скоро будет трое. Да ладно? Да. Надо отметить. Спасибо. Кое-что, не днём рождения? Почти. Спасибо. Всего доброго. КОНЕЦ Друзья, я хочу выпить за нас. Хотя нет. За них. Подожди. Не за них. Света, за тебя. Светочка, Светлана, Светуля. За тебя, родная. Давайте. Ура. Значит, ты чудо. Ты обыкновенное чудо. Не обыкновенное. Согласен. Лень, ну скажи, ну почему она твоя жена? Почему? Ты знаешь, на его месте мог бы быть я. Мог бы. Да тебя побили бы. Тебя тоже побили. Так, ладно. Смотрите, Леньку мы пристроили. Ну, я как-нибудь сам. надо Серега жизнь строить, правильно? Да. Так, Серега, с тобой пошли. Пошли, пошли. Таню сказать, Таню. Пойдем. Черт, Серега, я чувствую, что она где-то рядышком здесь. Пойдем, пойдем. Слав, Слав, давай выпьем, а потом пойдем. Здрасте. Можно? Привет. Как ты прошел через проходной? Да как? Я так дежурю здесь часто, чтобы облизь меня уже за своего принимала. Проходи. Слушай, у меня есть к тебе одно предложение. Какое? У тебя уютно здесь, очень красиво, но я очень давно хотел пригласить тебя к себе в гости. Я даже подготовился, я шампанского купил. А мама? Да мама в гостях, она задержится-то. Ну, подумай, ну, что ты будешь сидеть здесь одна в этих четырех стенах? Поехали. 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 Таня, за тебя, за то, чтобы все мечты сбывались, за благополучие и за нас. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Скажи, мама, она скоро вернется? Звонила ему минут 10 назад. Она у родственников задержалась. Она тоже очень хочет с тобой познакомиться. Таня, я очень давно хочу сделать тебе предложение. Выходи за меня. Подожди, ты мне вот сейчас вот так вот предлагаешь широкое сердце? Да. Руку и сердце. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так вот же. Так? Ага. Ну как тебе? Классно. Только ты это не гоняй особо, ладно? Ну все, пойдем, Ленька уже заждался. Давай. Ленька, да не волнуйся ты так, все будет в порядке. Да я знаю, но она уже два часа рожает. Ленечка, ну иногда сутками рожают. Сутками. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Кто здесь, Некрас? А мы, мы. Кто здесь, Тон? Девочка у вас. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Что случилось? ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Рассказывай. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Я... Я беру. Танюша, что ревешь-то? Радоваться надо. Ты будешь самая красивая мама в мире. А что Виктора? Предложение сделал. Таня. Вот здорово. Я на тебя счастлива. Наконец-то, Анюш. Почему? Почему он не позвонил, Катя? Хорошо, что твои согласились посидеть с девчонкой с нашей. Они дедушка и бабушка. Они об этом давно мечтали, так что пусть наслаждаются. Я сегодня зажигаю. Зажигай, зажигалка. Только мне кажется, нельзя с ними так разговаривать. Послушай, они мои родители. Я разговариваю с ними так, как разговаривала всегда. Мне хватит своего опыта, чтобы справиться с нашей девчонкой. Согласна. Но не надо все время таскать ее на руках. Она нам потом на голову сядет. Мы с ней не справимся. Справимся. Ребята, ну остановитесь. Мы же куда-то едем. Мы на свадьбу едем. Кстати, а на что свадьбу мы едем? Вот-вот. Я вам сто раз говорила. Но вы же кроме своего магазина ничего больше не видите. Я тебе сказал, я не успеваю в ЗАГС. Приеду потом в ресторан. Ладно, на что свадьбу-то мы едем? Маши. Моей близкой подруге. Ребята, вы так друг друга любите? А вот мне интересно, Свет, вот сейчас бы вы поженились? Не знаю. Лень. Нет. Ты обалдел? Ты обалдел? Конечно, да. Причем с большим удовольствием. Господи. Когда же мы на твоей свадьбе уже погуляем? На следующей неделе. Шутка. Начало славу Женю. Тихо. Невеста летит к нам. Красивая какая. Ну что, вызывали уже? Нет, там сейчас другая пара. А потом сразу мы. Кажется, они выходят. Ну что, такая симпатичная, как тебе платье. Не очень. Ну да. Сереж. Сереж. Что случилось? Сереж. Это она. Сереж. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Маргарита Ивановна, ну дайте мне ее адрес, точнее их адрес Я поняла, что вы искали девушку и что долго не могли найти ее и так далее Это я поняла, что вы нашли ее в нашем ЗАГСе в тот день, когда она выходила замуж Но вы с ней не поговорили, потому что были растеряны Так? Так Я все правильно поняла? Правильно Хорошо Тогда зачем? Что зачем? Зачем вам адрес этой девушки? Я вас не понимаю, как это зачем? Это я вас не понимаю Вы долго искали девушку, наконец ее нашли, но нашли ее поздно Она вышла замуж и стала женой другого человека Верно? Верно Ну тогда зачем вам ее адрес? Для того, чтобы прийти и рассказать, да? Как вы долго ее искали, как вы рады тому, что ее нашли Я не знаю, а может быть вы хотите увезти ее от мужа? Нет, что? Я не собираюсь ее выводить Я просто хочу узнать Как она? Как она живет? Может ей помощь нужна? Вдруг ей помощь нужна? Молодой человек Вдруг бывает только в сказках И на это вдруг у нее теперь есть муж Поймите Она теперь чужая жена Понимаете? Понимаю Сырок, давай забудем эту тему, а? Все, все прошло Я просто хочу ее увидеть Увидеть и все Понимаешь? Да все я понимаю Сначала увидеть Потом еще раз увидеть Встретиться, куда-нибудь прогуляться И понеслась Проходили, Серега У тебя же встреча с ней на самом деле Это короткая прогулка на катере И все Понимаешь? Все Что за детский сад вообще? Своего мужа надо точно дольше тебя знать Не думала об этом, а? Она наверняка на свадьбе целовалась Смеялась Было ли? Вообще-то у нас общество стоит на защите семьи Ты сам-то веришь в тот, что сейчас сказал? Ну, при чем здесь я? Я до тебя пытаюсь достучаться Потому что ты придумал Что девочка Таня несчастлива И жаждет встречи с тобой Между прочим, ее замуж никто не тянул Силы ее туда не тащили Или ты видел на свадьбе у нее Со стороны жениха автоматчиков? А? Не видел, потому что их там не было Я хочу ее увидеть Ты хочешь ее увидеть А она хочет? Серега Может она так счастлива, что она с тобой не снилась, а? Хорошо Пускай сама мне об этом скажет Таня Берье не обязательно крепить двумя прищепками Вполне достаточно одной Прищепки рассыхаются Приходит негодность Они же деревянные Купим еще Купим плат массовые Купить можно все Но желательно экономить Это, конечно, экономия крохотная Но все же экономия Я поняла, Софья Николаевна Хорошо Кстати Если будешь жарить рыбу на сковороде с тефлоновым покрытием Ее совершенно не обязательно вываливать в муке И подсолнечное масло Тогда можно класть чуть-чуть Совсем немного Мы будем экономить Честно, пионерское Я чувствую твою эронию Я понимаю тебя, конечно, непросто Но Ты не работаешь больше месяца И неизвестно, сколько будешь в послеродовом отпуске Я поэтому говорю про экономию На мои скромные Сбережения И пенсию Нами живется очень Очень непросто Я знаю, Софья Николаевна Я соберусь в магазин Вы составили список? Да, он на столе И деньги тоже Спасибо Таня Ну что, ты все-таки не пойдешь? Нет, я Я хочу остаться дома Идти один Мы же договорились Ребята ждать будут Идти один Ничего, я Мне не хочется Мам, что? Я не понимаю Твоей настойчивости У нее действительно По дому много дел И потом Надо сходить в магазин Или ты считаешь, что это я должна Ходить в магазин Развешивать белье Готовить обед Нет, я так не считаю Таня справится Она не работает уже Второй месяц И неизвестно, когда начнет И ты Да, и я тоже не работаю Я знаю Это премьер Я тебя предупреждала Эта швейная фабрика Никогда Ни при каких обстоятельствах Не могла быть источником Безбедной жизни От твоего папы Осталось не так много денег Ты знаешь У меня, конечно, хорошая пенсия Но Витенька Мы же на всем экономим Мам, я все понимаю Ну Ну все Хорошо Успокойся Ответь мне только В этой твоей компании Будет и Виктория Ну да Сказала, что? Ну, она звонила Что хотела? Ну, она заинтересовалась Придешь ли ты на вечеринку И все Мам, я сказала, что ты там будешь один Просто я интересуюсь твоими друзьями Так было всегда Мам, у нас скоро будет ребенок Скоро станешь бабушкой А, Витя Я посвятила тебе всю свою жизнь Я из кожи лезу Чтоб ты мог вести нормальный образ Вот приходит она Забирает тебя у меня И еще рассчитывает на мои деньги Нуж нет Тогда ищите себе Другое жилье Мам, что ты добиваешься, а? Я всегда добивалась только одного Лучшей жизни Для моего сыночка А теперь я вижу Что этого уже не будет Никогда Таня Ты помнишь, что тебе еще в магазин? Да, помню Хорошо, я побежал Я поздно вернусь Проберусь тихо-тихо И не разберусь Пока Пока Вот тут письма Работница швейной фабрики Жалуются, Виталий Сергеевич? Да не жалуются, волнуются Фабрику Фабрику чуть не увели Из-под самого носа Кто, австрийцы? Немцы Сделка была почти завершена Ну не переживайте, не волнуйтесь Сделка эта не состоится Хотя Все висело буквально на волоске Слава Богу, спасибо Ирине Да и нашей оперативности А так бы сейчас Фабрикой владели совершенно чужие люди Не имеющие никакого отношения Ни к нашему городу, ни к вашим цехам Виталий Сергеевич, ну юридически это невозможно Ты понимаешь, к сожалению В нашей стране и юридически И не юридически Возможно все Ну ладно, дело, как говорится, прошлое В настоящее время директор фабрики Отстранен от должности А мы тут Посовещались, подумали И решили Что фабрикой Должны и можете Заняться вы Да, да, нас устраивает Ваша линия по сохранению Собственного производства Так что в ближайшее время Жду от вас новый бизнес-план Ирина вон в этом поможет Виталий Сергеевич, ну Для этого понадобится Новая техника и... Да ладно, ладно Вы молодые, перспективные Вам кредит даду А что касается общих черп Модернизации производства То тут уж думайте Думайте На то и образование Высшее Вопросы есть? Вопросов нет Виталий Сергеевич А что, вперед На баррикады Ну что, Ленчик Грядут перемены Да У нас же капитализм А ты, видимо, капиталист, да? Да, как и ты Кстати, я тебе давно хотел сказать Чтобы подглядывать между прочим Некрасиво А я подслушаю Ты учуням серьезно, что? Нет Я знаю результат Да? И какой? Серега нож Кремень А вот я уже не уверен Мне кажется Знаешь, как говорится Вода, камень точно Ладно, поехали Леня, а мы что Вот так вот Серегу оставим На растерзании этой Бизнес-вумен? А ничего Он уже мальчик большой справится Поехали Бросили тебя на растерзание Твои друзья Да нет, они Ну почему? Они хорошо к тебе относятся А ты? А я тоже считаю Что ты очень красивая Волевая Самостоятельная Это я Слабый и бесхарактерный Ты милый Я очень романтична Только почему Ты все время От меня убегаешь Зачем? Выглядишь уставшим Думаешь? Поехали? Да нет Я сам Спасибо Опять уходишь Ну почему? Может быть Когда-нибудь К тебе вернусь Ну мерзни Моё мнение об этом Ты знаешь Помню, помню Между прочим Я закон нарушил Коль Ты просто самый Человекоподобный Милиционер А если серьезно Спасибо тебе Для меня это очень важно Правда Ладно Давай Серег Голову не теряй Балбесен А? Кто у нас такой Хороший Малыш Это кто такой Малыш А? Животик Чей животик Чей животик Спит? А София Николаевна Да? Ну конечно Ты же знаешь Она терпеть Не может Годом плачь И в этом Ты весь в нее Тебя это раздражает? Удивляет Ты же твой ребенок Мне надо Погмотаться Слишком взрослый Для этого Взрослый Только я так и не знаю Что у нас нет денег Я не могу Больше братья Софья Николаевна Ну и что ты предлагаешь? Ничего оригинального Пойти на работу Не надо Только мне опять Сейчас говорить Про гараж Это у Васи твоего Я не хочу К твоему Васе В гараж Я не для этого Образование получил Если ты хочешь Иди возвращайся На свою фабрику Да я с удовольствием Вернулась бы на фабрику Только я с ребенком Сижу А там новые хозяева И ссылка Большие сокращения Поэтому из-за нее Вернуться я не могу А я к Васе В гараж Не хочу И на завод Я не хочу И на стройку Тоже не хочу И вообще Работать не хочешь Да я не хочу Работать Где попало Ты же знаешь У меня есть Хорошее предложение Я выбираю Не хочу ошибись Сколько я об этом слышу Скажи Ты ждешь Когда тебя позовут в министр Что не так Ты в тепле Ты накормлена Что не так Мне кажется Ты должна быть довольна Витя Мы с тобой оба не работаем У нас ребенок Он растет На что мы будем жить На мою пенсию И на мои сбережения Простите Софья Николаевна Вас разбудили Нет я не спала Я все время Слышу плач ребенка Он плачет? Нет Но я Слышу Его плач Софья Николаевна Вы тут Говорили О том Что Виктор Пошел работать Ваше сбережение Когда нибудь закончится Это не твое дело А у твоего Василия Мой сын работать не будет Мам Нет Эта работа не для него Спокойной ночи Спокойной ночи Мам Спокойной ночи Я люблю в гостиной Что? Сережа? Кто не спит? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Господи, ну какой же он красивый. Ну знаешь что, фирма веников не вяжет. На Таньку похож, да? Да, похож. Только пока еще непонятно, дети так быстро меняются. Ну, знаешь, вот первенец, да еще и сын всегда мамин. Вот сто процентов. Ну не спорю. Да. Ну, хорош. Тань, ты что? Что стряслось? Все хорошо. Не знаю. И должно быть хорошо. А все как-то не так, девчонки. Он не работает, да? Он не хочет. Ну это зараза, а? А к Ваське моему тоже не хочет? Да он вообще никуда не хочет. Черт, знаете, что самое ужасное? Каждый день разговор про деньги. Каждый день. Ну, правильно. Как ребенка делать, так они... Так, подожди. Сколько нужно? Кать, ну сколько можно? Правда, я у тебя вообще не возьму. Вы сами голы. Ну, знаешь что, возьмешь. Так, перестань плакать, ладно? А дашь, когда сможешь. Так, Андрей уже договорился с тем знакомым, который обещал взять тебе на работу. Зарплата там нормальная. Больше всего вести, учет всех дела. Там отвозить иногда документацию и все такое. Так, через несколько дней я тебе позвоню и скажу, куда подъехать, хорошо? Только ты, Виктор, скажи, чтобы он знал. Не буду я ему ничего говорить. Ему абсолютно все равно, где я работаю, лишь бы работала. На. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Спасибо тебе, Светка. За что, Ириш? За то, что я спокойно за нашу бухгалтерию. За то, что я с тобой могла бы пойти в разведку, если б надо было. Я часть слова уважаю. Ну, и я к тебе очень нежно отношусь. Вот, и человек ты прямой, что говоришь, что и думаешь. Давай выпьем за тебя. За меня не надо. Почему? Ну, потому что я скромная. Ах ты, Боже мой. Ну, давай за детей. За детей это хорошо, но не сейчас. Давай за Сережку выпьем. Вот. Давай выпьем за Сережку. Такой он, зараза, хороший. Ласковый, интеллигентный. Такой он умный. Фух. Прям взяла бы его, задушила бы. Вот. Стоп, стоп, стоп. Мужчину нельзя брать. Мужчину надо заманивать, завлекать. Они думают, что они охотники, а на самом деле, на самом деле охотники кто? 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 Мы. Женщины. Но нельзя показывать мужчине свою самостоятельность. Ни в коем случае. Ты права. А я дура. Все решения в жизни сама принимаю. Вот в этом твоя ошибка. Точно. Он хочет чувствовать себя героем. Так надо дать ему такую возможность. В списке центробантов в УВД обрабатывают слишком много. Служба 02 на сообщение о незаконных обменных операциях реагирует быстро. Люк. Чего? Люк. Так, сейчас. Катя с Костиной будут. По радио. Сегодняшний юбилейный выпуск нашей программы похож на розыгрыш. Потому что сегодня у нас праздник. Нам... Все-таки молодец наша Катька, да, Вась? Такая звезда стала. Прям веселее как-то стала. Что она именно родит-то? Вась, опять начинается? Честно, разу должна родить. Это у тебя все просто. А, просто? У них проблема. У тебя тысячу раз говорила, не может она родить. Понимаешь? Будет ребеночка из детдома брать. А что это наша девушка без адреса сражается? Кто? Ну, Танька наша. А, Таня. Тань? Никак у нее. Не ладится все, понимаешь? А этот-то что, не работает до сих пор? Нет, конечно. Зачем ему работать, если жена есть? Вот засранец, а. Слушай, а что он ей все в мозги-то полочит? Куда я знаю? Пойди да разберись. Пойду разберусь. Ну, вот иди и разберись. Пойду разберусь. Сначала поешь, потом пойди разберись. Пойду и разберусь. Давай. Пойду разберись. Дай. Пойел. Чем пойду разберусь. Молодец. Можно? Привет. Проходи, конечно. Твои друзья разъехались. Леня со Светкой живет. Слава сам себе квартиру снимает. Ты мог бы здесь сделать ремонт. Ну, или выкупить ее. В конце-то концов. Вот. Спроси меня. Зачем ты пришла, Ира? Я везить тебе хочу. Не могу больше с тобой в прятки играть. Иди сюда. Ты зачем прятишься от меня? М? Я хочу верить. Пока. Спасибо. Серега. А ты, Лем, не коней кушаешь? Почему? Просто Ирка готовить не любит. Угу. Кстати, ты Леньку не видел? Тебе вот Светку с утра разыскивают. Я знаю. И на сотую не отвечай. Угу. О, алло. Привет. Ну, слава богу. Нашелся? Да. Ты скажи ему, что мы в магазине будем. Угу. А самая близкая отсюда. А тебе машина завтра срочно нужна, а? Ну, я просто в гараже врал. Людей реально не хватает. Подожди. Мы же договорились. Машина должна быть готова завтра. У тебя что, людей не хватает? Возьми еще механика. Да механиков полно. Профессионалов мало. Слушай, а может быть дать объявление через нашу программу? Ну, как-нибудь так аккуратно между разговорами. Что, отличная мысль. Андрюх, здорово бы был. Угу. Знаешь что, Василий? Ну, допустим, наша программа, наша редакция возьмет на себя такой непоследный труд. Да. Ну, с одним условием. Ну, и с каким же? Машина должна быть готова не к обеду, а к девяти утра. Что, служебным положением пользуешься, да? Пользуюсь. И не стыдно. У меня завтра очень важная поездка. Кстати, слушай, я же тебе забыл сказать. Татьяна твоя на новой работе, как рыба в воде. В нее все влюбились сразу. По-моему, даже повышение обещают. Ты всегда сообщаешь старые новости. Мы же с ней созваниваемся каждый день. Кстати, Таня собирается в институт вернуться. Класс. Вот девчонка молодец. Да, молодец. Только видишь, как у нее все не складывается. Она ведь сама еще ребенок. Слушай, Андрюк, давай в десять. В девять. Да? Что мы будем делать с мартышкой? Накажем ее? Нет. Она говорит, что... А покажи, Танюк. Что год-два и Танюка вам задаст. Она уже задает. Это может быть какая-то? Ну, а почему вам с Иришей не завести ребенка? Ну, не знаю. Ну, она бы тогда была очень счастлива. Наверное. Да? Скажи, да. 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 Скажи, дядь Сережа, да, да, да. Да. Да, я слушаю. Товар бракованный привезли. Да, вы что? Да, хорошо. Завтра в одиннадцать. Я постараюсь быть у вас и сам лично все решу. Проблемы все решу. Да. Да, буду. Да, хорошо. Все. До свидания. Спасибо большое. Всего доброго. Слушай, Серега, ну, у нас рабочий просто ужас какой-то. Представляешь, в магазин на Первомайске табар бракованный поставили. Завтра придется ехать к одиннадцать часам разбираться самому. Не нервничай ты так. Завтра съездишь и все решишь. Да я не нервничаю. Витя! Витя! А? Ты брал у меня деньги? Ну да, брал. Я же не могу без денег, Тань. Взяла у Софьи Николаевны. Она ж не дой на корову. Раньше ты не брезговал. А что ты разговариваешься так самым? А как мне с тобой разговаривать? Ты взял у меня последние деньги, а мне сыну нужно купить сапоги. Тань, ну можем же мы купить сапоги через неделю, а? Можем? Можем. Ну вот. Что же вы, женщина, усложняете-то все? Таня, ты должна быть нежнее с Витей. Мам. Да, он так много для тебя сделал. Мам. Да, он дал тебе прописку. Крышу над головой. Вы должны благодарить Бога за то, что попали в такой дом. И где вы воспитываете своего сына. Вы имеете ввиду вашего внука? Никто от этого не отказывается. Но Витя тоже заслуживает и твоего уважения, твоего внимания. Не так ли? Да ты зачем взял коробку? Тебе разве интересно со стекляшками? Да. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Держи. Скорей, скорей, скорей. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Я с чего ты взяла? Я ж молчу. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Ты приходишь молча и расстеваешься молча. Ну, когда я ем, я глухонем. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Как на работе? Ну, о том, как на работе, ты знаешь лучше меня. Почему ты решил свести собаку? А? Света проболталась. Собаку ты хочешь, а ребенка нет? Пах, упала! Пах, упала! Упала! Мама, что нам новую покупать? Купим новую. Сиди здесь, сейчас приду. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Машина сейчас проедет. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Вы знаете, что самое страшное? Я там абсолютно никому не нужна. Никому. Да и мне, мне не нужны. Знаешь, я после работы даже домой идти не хочу. Ну, вот, Сережа, уже все интересные места в городе посетили. И пароходы посмотрели, и поезда посмотрели. Танюш, ну, может быть, все образуется? У всех пор бывают трудные периоды. Ничего не образуется. Раньше я хотя бы думала, что он влюблен в меня, и я ему нужна. А сейчас я вообще ничего не понимаю. За чего? Для чего все это? Татьяна, да брось ты его. Честное слово. Он тебе не стоит. Как же мне у вас хорошо. Вот и оставайся сегодня здесь, Сережкой. Нет, я поеду. Никуда ты не поедешь. Останешься здесь. Это приказ. Жена, ты не хочешь нас покормить? А? Что ты? И, по-моему, нам всем нужно выпить водки. Товарищи бизнесмены, в бухгалтерии в моем лице возник вопрос. Так, бизнесмены в моем лице тебя слушают. Где документация из Питера? Сергей Кириллович, меня это тоже вопрос волнует. Где документация из Петербурга? Признавайте, Сергей Кириллович, я долго этого ждал. Ну, хватит дурачиться. Я серьезно. Свет, между прочим, этот вопрос волнует и нас тоже. И на днях я собираюсь поехать в Питер, так что проблем не будет. Обещаешь? Да. Ладно. Лень, не звонил? Увы, я. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да. Да. Спасибо. Поехали. Что-то случилось? Поехали. Можешь бы сказать? Скажу. Ты уверен? Я нет. У меня специально обученные люди. Ты что, за ним слежку установил? Да, установил. Поехали. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ну что, на следующую неделю? Да, конечно. Да? Ну, из-за меня еще это. Давай. Ты лучший. Спасибо. Опа. Вы что, следили, что ли? Следили. Лень, ну ты что творишь? Что такое? Да ничего, ты большой парень. Преуспевающий бизнесмен, красивая женя. Он любовница. А жене с дочерью, ты подумал? Ну а при чем тут жена и дочь? А что ты смотришь? Я согласен. Знаете что? Семья это святое. А это так. Так просто? А ты думаешь, Света ни о чем не догадывается? У женщины этот черт, знаешь, как учить ее? А просто со всем этим ты можешь потерять самое главное. Знаешь что, Серега, я сам знаю, что для меня главное. Хорошо. Ленечка, тебе все легко досталось. А ты не завидуй. Пойдем, Сереж. Леня действительно мальчик большой, сам со всем разберется. Правда ведь, Лен? Да. Пойдем, Сереж. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ребят, я ничего не понимаю. Кто-нибудь что-нибудь объяснит? Что происходит? Может, закажем ему что-нибудь, а? Сереж, может быть, ты знаешь, что происходит с твоим другом? Да я вообще не уверен, что этот человек с бабочкой наш слава. Ребята, потерпите еще немножко. Леня, сколько времени? Время ужина. Это понятно. А время? Восемь часов, десять минут. Спасибо. Друзья. Это моя Виктория. Виктория Эд. А это мои лучшие друзья. Слава Богу, да я урала! Ну, Слава, ну да я вообще. Вот как вот можно было скрывать, а? Нет, ну, что ты такой скрыл? Вообще, минимум, семь месяцев просто скрывал. Привет. Можно минуточку тишины, а? Э-э, Виктория. Сереж, подержи, пожалуйста. Виктория, выходи за меня, замки. Я согласна. Ура! 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 Виктория, он на свете стало меньше. Просто он влюбился, и все. Свет, подожди. Свет. Свет, ну, прости меня. Лень. Я, правда, я думаю, что я сильная, все, понимаю про эту жизнь. Но так нельзя. Человеку же должно быть радостно просыпаться по утрам. Если тебе плохо с нами, если тебе плохо со мной, правда, ты... ты уходи, пожалуйста. Ты не думай, мы... мы не пропадем. Свет, ну... ну, прости меня. Ну, я... я понимаю, что это все глупо, но... Свет... Свет, я не могу... я не могу без тебя, не могу без вас. вы самая родная, что у меня есть. Прости. Прости. Мабрис, это я. Пусти. А вот тебя я и не пущу. Как это? А вот так, ты все на машине, я тебя совсем и не вижу. Вот пока не попробуешь моих пирожков, не пущу. Вот они, они. Так, вот это значит с капустой, а вот тут с картофелем. Ничего себе. Сами готовили? А как же, ешь. С удовольствием. Беру с картошкой. Вот смотрю я на тебя, молодой, красивый, бизнесмен при деньгах. И вроде не дурак с виду. А все в холостякак-то ходишь. Ну, ты кого ж? Чего? А это что такое? Да это французы так говорят. Такова жизнь. Да разве это жизнь? Сколько людей разогнали, а? Какие-то компьютеры там привезли. Ох, я чувствую, и меня скоро машиной замените, а? Баблина, вы, вы незаменимы. Я еще один возьму. Открывайте. Сейчас, сейчас, тихо. Куда мы сегодня с тобой пойдем? Кораблики уже столько раз смотрели. Пойдем сегодня на самолеты смотреть. Точно? Выходи скорее. Вы куда собрались-то опять? Стоит так. Видишь? У меня самолет. Да. Что это такое? О! Смотри! Кого там там полетели? Убери. Да, это вот так. А еще есть? Здравствуйте. Будьте добры, кофе. Пожалуйста. Спасибо. Как будто у них эта гора. Прости, я потерял. То есть, постирал твой номер телефона. Здравствуй. Улетаешь? Нет, прилетел. Из командировки. А это... Мой сын. Как зовут? Сережа. Откуда прилетел? Из Питера. Давай я тебя подвезу. Только не отказывайся. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вот и пришли. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Садись. Так. Сейчас. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Давай. Красивые отношения. Знаешь, Сереж, нас не надо до самого дома везти. Очень далеко. Правда. Да ничего страшного. Нет, честное слово, мне еще надо за продуктами в магазин. Поехали. Поехали. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Советская 37? А ты откуда знаешь? Я тебе потом все расскажу. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Иди поднимайся. Дальше я сама. Давай я помогу. Не надо. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Тоже мне две умные, опытные. Вот веришь, я до сих пор понять не могу эту историю. Но ведь два часа видел, Таня, два часа всего лишь. А ведь искал, все время же искал. И нашел. Да. Кто жнал, что такая серьезная ситуация получится? Парень, как парень, тысяча таких. И что, он не женат до сих пор? Таня сказала, что не женат. Ну что, зайдем ко мне? Слушай, мне идти надо. Я потом, ладно? Ну, ладно. Бежит. Хорошо. Пока, сейчас встретим. Ты должен спросить у них о самом главном. Часы работы и зарплата. Они должны понимать, что они имеют дело с серьезным человеком. Да, ладно. На, вот надень этот галстук. По-моему, бросается в глаза, и это намного лучше. Нет, она не права. Этот замечательный галстук смотрится великолепно. Годы жизни в большом городе, в таком интеллигентном доме, не смогли привить ей ни вкуса, ни чувства стиля. Софья Николаевна не знала, что вкус, чувство стиля, интеллигентность – понятие географическое. Мам, Таня не хотела никого обидеть. Таня просто устала. Сейчас Таня возьмет тебя в руки и попросит прощения. Я? Сереж, пакет пацанам Викинам передашь, ладно? Ну что ты мой сладкий? Ну что? Застегивай. Пить будешь? Застегивай. Так, сейчас застегнёмся. Танюша Шар, а ты себе не хочешь братика или сестрёнку? Это к папе. А что папа? Папа согласен, папа только за… Только для этого надо приходить пораньше с работы. Не за полночь. Да, скажи да. Держи. Мартышку. Шапку не забудь. Серёж, а ты чего такой загадочный в последнее время? Да, ну, больше не буду. Серёга. Может, я с вами, а? Нет. Папу оставьте мне. Всё, давайте, удачи. Пока-пока. Пока. Куда собрался? Никуда. Баю-баюшки, баю, не ложись на краю. Придёт серенький волчок и укусит собачок. Серёж, что будешь? Серёж? Что? Лёня спросил, что ты будешь кушать. Ничего не могу. Ешьте без меня. Слушай, Свет, ты права. Какой-то он в последнее время… Да. Музыка. 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 Свет. Музыка. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Даня! Серёжа! Пойдём, Фаша! Зачем? Пойдём! Зачем? 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ой, Боже мой! Боже мой! Прости меня! У меня есть мужа! Ты же его не любишь? А-а-а! Это другое! Я хочу забрать вас с Серёжей! Отвези меня домой! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ПО-ПО-РУ-ПО-ПО-ПО. Ну, Свет! ИДУ! Ну, давай! ой хорошо ты как девочки может водочки грамотки по чуть-чуть давай девчат за любовь не омраченную ничем ир ну чё с тобой ничего рассказывает приходим вечером домой ужины ложимся спать иногда в одну кровать иногда в разные как пойдет может тебе его как-нибудь стряхнуть как ну залететь от него и все но правда а серёг ну как у вас там дела с иришкой как всегда на самом деле хватит ну нашел ты свою таню увидел ее все понял начинает новую жизнь надо к тому же она чужая жена ребенок не твой а ира она так ребятня вы что думаете вы мне сообщите пару прописных истин и все я начну радоваться жизни да не бывает так потом я что капризничаю что ли и потом я я знаю что я сделаю таня ты серёж нам нужно поговорить сейчас да ты не подожди что ты делаешь а меня дома муж ждет тебе не холодно нет не холодно а нет не холодно там ты это не н он а ответ Что? Я хочу, чтобы ты переехала ко мне. Прекрати. Перестань. Серёжа, я не могу. Нет, я не могу. У меня муж, понимаешь? У меня сын, точнее, у нас сын. Муж сейчас не самый лучший период. Он не может найти работу. Я не могу его сейчас оставить. Понимаешь? Я... Пойми, я не могу так. Прости. Прости. Мы не должны встречаться. Прости. Пьяный. Первый раз в жизни. Пьяный. Ну, хоть раз-то можно написать вообще? Так. Ты хочешь одеться или всё-таки раздеться? Я... Я хочу умереть. Давай я тебе помогу. Давай, давай, давай. Я виноват так перед всеми. Перед Славой, перед Лёней, перед тобой. Тихо, тихо. Всё хорошо. Виноват перед... Перед тобой. Больше всего перед тобой. Тихо. Тихо. Давай. Я видел ты её всего один раз. Тихо. 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 Машина на него, как, за собой? Тихо. Тихо. Ну что, все же заболел? Решили к доктору сходить, да? Не хочу к доктору. Не пойдем к доктору. Я все же хочу предупредить тебя, Танечка. Оставаться с Сергеем, отводить, приводить его в садик. Мне уже очень тяжело. Я сегодня с трудом с этим справилась. Надо было вам Вите позвонить. Он же не работает, мог бы забрать. У него сегодня очень важное собеседование. Я не стала его беспокоить. Понятно. Ничего, что-нибудь придумаем, Софья Николаевна. Ну, вперед. Да. Пойду. Держись. Лед, видишь? Как ты? Так ты у меня, может, и не болеешь совсем? Да нет. Да нет. Понимаешь, какие камни тут? Держись. Да, я.' ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, в елке я принесла. Мы с тобой про бокалы завелки. Хорошо, бокалов нет. А шампанское нужно убирать. Куда? В холодильник. Пойдем за бокалами. Скажи мне, твоим родителям позвонила? Да, позвонила. Дети спят, все хорошо. Не спит. Нет моих сил воевать с ней. Требует принца. Иди давай, укладывай невесту. Слова. А мы с тобой куда поедем? Домой или к детям? А ты как хочешь? Я домой хочу. Значит, решено. Сначала к детям, а потом домой. Тань. Тань, ты почему не спишь? Не хочешь спать? Танюш, не хочешь совсем спать? А давайте мне сказку почитаем. Придумаю. Нет, почитаем. Да? Угу. Так. А сказка у нас будет... Он будет отливать еще. Будет хорошо. Ладно. А кто у нас будет участвовать в сказке? Пускай у нас будет сказке... Вот кто у нас будет. У нас будет принцесса, которая все время плакала. Хотя нет, что-то она плакать должна. Пускай у нас будет сказка со счастливым концом. Пускай она будет смеяться. Итак, значит, однажды на большом-большом корабле встретились принц и принцесса. Ой, здрасте. Мы как раз ужинаем. Проходи. Андрей, смотри-ка, к нам пришел. К нам пришел. Привет. Шапку снимаем. Здорово. Не сюда. Будем раздеваться. Опа. А как лягушка к ваге? Танюш, заходи. Давай, сам. Здорово. Здорово. Да. Так. Ну что, снимаем куртку? Да. Ну давай. Раз. Два. Опа. Опа. А где наш парень? Ты есть будешь? Нет. Тогда чаю. У Виктора. Не у женщины. Я видела его с другой женщиной. Так, может быть, это... Нет, они целовались. Ой, да. И что ты собираешься делать? Уходить? Уходить. Уходить. Куда я пойду с Сережей? Господи, глупость какая-то. Простите. Тихо, 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 тихо. Спокойно. Без паники. Если ты действительно решила твердо уйти от него, можешь пожить у нас. Да. Первое время. А потом разберемся. Ну, покажи мне, где двигатель у машины. Покажи. А что ты делаешь? Ух ты. Видишь? Ухожу. Как она выезжает? Ух ты. Держи. Сейчас мы с папой поговорим. А может, ты мне объяснить, наконец, что с тобой происходит? Я тебя видела с другой женщиной. Вы целовались. Нет, ну и ты за это решила уйти? А ты предлагаешь остаться? Вам было хорошо. А ты с чего вообще взяла, что можешь вот так взять и легко от меня уйти? Ты моя жена. Не забывай. Жена, но не собственность. Ты будешь говорить мне о долге, а сам будешь предавать мне? Ты мне предал. Ты просто полотыщешь. Во что? С нами будет все в порядке. Можешь не волноваться. Вам было хорошо. Да. Да, нам было хорошо. Она меня понимает. Она меня поддерживает во всем. Ты это... Тебе вообще это не касается. Ты моя жена. Я тебя никуда не отпущу. Господи, как мы жили два года. Баба Лиза, свои открывайте. Баба Лиза. Баба Лиза. У нас новое правило. Так, садитесь. Садитесь. Все вахтеры должны носить вот такие вот. Да. Давайте проблесковые мальчики. Да. Ну, видите, у дирекции вот такая униформа. Да, у вахтеров вот такая. Вот свисток. Чтоб если что свистеть. Вот. Как на Бабе Лизины именины. Испекли мы караваи вот такой вышины, вот такой ширины и вот такой толщины. Господи. Доброе время, Баба Лиза. Что же нам толдычили, что при капитализме человек в человеку волк, а? Обманывали. Обманывали, Баба Лиза. Брали. Так, неспроста ты это затеял. Неспроста. На пенсию отправляешь. Баба Лиза, да вы незаменимые. Не уйду. Правильно. Буду до последнего стоять. Не отступать некуда. Брали, Баба Лиза. И мы с вами гибким. Ура! Как же ты будешь жить дальше? Одна. С ребенком. Это ведь нелегко. Вы как всегда правы. Нелегко буду жить. Таня. Я... Я хочу сказать тебе, что первый раз в жизни я я не поддерживаю своего Виктора. Своего сыночка. Я хочу, чтобы ты знала. Что с вами? А что со мной я не знаю. Тебе, конечно, все эти мои запоздалые раскаяния ни к чему. Но я хочу, чтобы ты знала. Мне стыдно. Стыдно. И я виновата, что мой сын такой мелкий, такой негчемный человек. я виновата перед тобой, а главное перед внуком. Простит он меня когда-нибудь? Я постараюсь ему все уяснить. Теперь нам надо идти, извините. Аккуратно. Молодец. Молодец. Давай! Пойдем сюда. Давай на лавочке посидим. Давай. 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 Поехали! ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Я ушла от мужа. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Ты целый? ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА 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 Ира, это Таня и ее сын Сережа. Они какое-то время у нас поживут? Ну, ладно, так. Да, Таня, если что-нибудь понадобится, я тебе сейчас все объясню. Это Таня, ее сын Сережа. Она ушла от мужа. Какое-то время они будут жить у нас. Это она? Да. Нет, я не могу. Вот шутка. Субтитры подогнал «Симон» 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 Я тебя вовсе жду Субтитры подогнал «Симон» 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» 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 Так, давайте по порядку. Итак, она звалась Татьяной. Это я еще помню. Фамилия, ну как? Да ну какая фамилия? Ну телефон-то хоть взял? Молодец. Молодец. Хорошо, давайте пойдем логически. Вы хоть о чем-то говорили? Ну были у нее какие-нибудь планы? Сказал, что подруга ждет. Хорошо, подруга. Что за подруга? Где подруга работает? Ну хоть что-нибудь, Сереж. Да не знаю я ничего. Надо было тогда со свадьбы ее уводить и бежать. Дурак. Да уж, не самый умный из нас. Слава. И вообще, ничего ведь страшного, уж тем более трагического, сейчас не произошло. Теперь мы уж точно знаем, что она существует. Я уж как-то стал сомневаться. Она здесь была. И самое главное, друзья, мы уж теперь точно знаем, что это любовь. Ребята, у меня есть мысль? Поехали. Все словно снится. Лечу, как птица. Сомнения тают. Когда листают. Эй, 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 вы что там, молодежь? Он пробовал, да? Ну-ка, стой! Пойми, друг пропадает. Ну, да какой друг? Мы рядом с тобой. Здрасте, извините, пожалуйста, вы не подскажете, где нам Костина найти? Здрасте. Костин – это я. Извините, пожалуйста, вы не подумайте, что мы там безумные поклонники, или нам человека найти надо? Я понял, конкретно кто ищет, кого ищет. У нас есть друг Сергей, он ищет девушку Таню. Я правильно понял, Сергей ищет Татьяну. Да, да, Сергей ищет Татьяну. У нее еще сын есть. Да. Сына тоже зовут Сергей. Откуда вы узнали? Извините, а кто из вас Сергей? Привет. Я вас так хорошо знаю, что даже скажу, где находится Татьяна. Она в общежитии. В каком общежитии? В суверной фабрике, где она работала. Все стоим. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Комната 107. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...